Прекрасный край Спикером является ведущий Как раз таки гид комбат-туров А именно Максим Фисюнов Правильно? Все, прошу, поаплодируйте Всем здравствуйте Очень рад вас всех приветствовать В этой замечательной аудитории Такая маленькая домашняя обстановка Люблю такие аудитории И в первую очередь Спасибо, что пришли Любители гор, вулканов Путешествий И не только И сегодня я постараюсь Вас погрузить в мир Не только камчатских вулканов А вообще в мир вулканизма И мы Сначала начнем с вами Говорить, я буду вам говорить О процессах, которые Происходят под Камчаткой Ну вот Значит, начнем Сегодня, вчера вечером Я посмотрел Посмотрел Есть такие сайты Значит, на этом сайте Можно посмотреть Сколько одновременно Извергается Вулканов В мире Вот, есть такие мониторы Буквально Несколько лет назад Даже не мог представить Что это можно Посмотреть Какие-то запросы Надо делать Я насчитал 25 вулканов На сегодняшнюю минуту Вот вчера Сейчас может быть 26 Может быть 24 Ну, скорее всего Вот так Это средний показатель Действительно 25 вулканов Извергается на нашей планете И в этом Ничего такого страшного Нет Будут и страшилки Возможно Для кого-то На самом деле Это нормальная жизнь Нашей планеты Вулкан Это как Маленькие клапана Такие Которые Спускают давление И Посмотрите Внимательно Их расположение Оно Не случайно И вот Посмотрите Все вулканы Сейчас здесь Обозначены И основная часть Вулканов Расположена На так называемом Тихоокеанском Огненном кольце Это вот Тихий океан Все видят Да? Я думаю С географией Тут проблем нет Вот И Этих вулканов Очень сложно Сказать Сколько их Точное количество Но вот По данным Смитсоновского Института Их 1500 1652 Вулкана Это те вулканы Которые Извергались В так называемое Историческое Время То есть Последние Там Десять тысяч Лет назад Но Точнее Если бы То их 600 То есть 600 Это уже Прямо Человечество Помнит Как это Происходило Вот И вот На Следующем Снимке Как раз Такие Здесь Литосферные Плиты Обозначены То есть Границы Литосферных Плит И Это Тоже Неспроста Потому Что Обратите Внимание Что Вулканы Расположены Все Как раз Таки Обратно Возвращаюсь Практически Все Вулканы Расположены На границе На границе Литосферных Плит Это Интересное Название Есть Плита Кокос Кокосовая Плита Да Там Ну На самом Деле Здесь Очень Широкими Мазками Так Обозначен Например Здесь Очень Много Вот В этом Месте В Средиземном Море Там Плит Раздроблен На Маленькие Кусочки И там Очень Интересный Вулканизм Сосредоточен Вот Но о нем Тоже Попытаемся Затронуть Вот А вот Так называемый Дрейф Видите Континентов Представляете Вот Сейчас Я вам расскажу Как к этому Пришли Как Поняли Вообще Что это Происходит Действительно Это происходит Прямо Сейчас Да То есть Наша 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 Планета Вот Живет Все Дышит Все Шевелится И вот Видите Как Интересно Индия Откололась Когда-то От Африки Потеряла По дороге Мадагаскар Да Уперлась В Азию И там Построила Гималайя Вот А Австралия Сейчас Движется Со скоростью 15 Сантиметров В год Да Движется Движется Она К Филипинам То есть Она Зажимает Всю Эту Как раз Самые Интересные Процессы Которые По новостям Мы сейчас Смотрим Вот Как раз Там Все Это Происходит Здесь Немножко Так Ускорено Очень Да Очень Ускорено То есть Это Миллионы Лет Не Миллиарды Это Миллионы Лет Так Промахнулся Вот А теперь Поговорим О Зиметрясениях Вот Первая Первая Страшилка Это Зиметрясения Вот Здесь На карте Обозначены Розовые Точки Это Зиметрясения Которые Происходили Там В Прошлом Позапрошлом Году Красные Это Вчерашние А желтые Это Которые Происходили На Прошлой Неделе Вот То есть Вы Видите Как Трясется Наша Планета Что Что Происходит И Представьте Себе Что Опять Все Все Связано С этими Границами Летосферных Плит Красивая Картинка Нет Не Самая Красная На Камчатке Вот Как раз Такие Самая Красная Сейчас Видно Что Там Япония Ну И У Нас Индонезия Тут Тоже Будь Здоров Вот Вообще Что Мы Знаем О Землетрясениях Мы Знаем Что Есть Какие Магнитуды Которые Можно Посмотреть На Там Специальном Приложении Увидим Что Вот Было Землетрясение Действительно Есть Такие Приложения Скачал Посмотрел Было Землетрясение Пришла СМС В нашем Районе Понятно Что В Московском Регионе Здесь Не Шибко Тут Все Трясется Здесь Очень Все Достаточно Так Стабильно Но Тем Не Менее Всех Интересует Прогноз Вообще Возможно Ли Спрогнозировать Землетрясение Так Вот Существует Так Назоваемое Сейсмическое Районирование Это Просто Собрание Информации В Институтах В Которых По Сейсмологии В Которых Есть Информация В Том Или Ином Районе Есть Трясется Земля Там Столкновение Там Допустим Разлом Сан-Андреас Понятно Что там Трясется Вот это Все что мы знаем Что там через Течение тысячи лет Возможно Какое-то Сильное Землетрясение Долгосрочный Прогноз Среднесрочный Среднесрочный Прогноз Один Месяц Или Год Тоже Честно Говоря Ни о чем Нам Не Говорит А вот Теперь Смотрите Краткосрочный Прогноз Который Так Всех Интересует Так Вот На Сегодняшний День Нет Ни Одного Способа Дать Краткосрочный Прогноз Единственный Единственный Случай Это Так Назваемое Таньшанское Землетрясение В 1976 Году Произошло Когда Официально Власти Китая И китайские Ученые Дали прогноз И действительно Была эвакуация Людей Эвакуировали Около 100 тысяч Человек Было Эвакуировано И было Землетрясение Действительно Спаслось Очень Много Людей Но Через Полгода Произошло Землетрясение Очень сильно И погибло 250 тысяч Человек Это Второе По величине Вообще По погибшим То есть По мощности Вообще По масштабам Землетрясения Но так как Это был Это Китай То есть Такое достаточно Эгоцентричное Государство В те годы И Сообщить о том Что вот У нас там Столько погибших Помогайте нам Вообще Ни одна страна Не помогала Китаю В тот год Например Если мы берем Армению Там Землетрясение Спитаки Там помогало 80 стран 40 тысяч Погибших 80 стран Помогало Китаю Не помогал Никто Потому что Они все это Скрыли Потому что Им было просто Стыдно Признаться Потому что Они это Объявили Мы предсказали Мы научились В общем Давайте нам Нобелевскую премию Но тем не менее Это не так Вот И Вот в чем Сложность Почему мы Не можем Предсказать Землетрясение Потому что Малейшее Изменение В первоначальных Условиях Дает Вызывает Огромные Последствия То есть Порода Она очень Разная Там могут Быть свои Трещины Свои Уплотнения Или разуплотнения И поэтому И опять же Неизвестен Очаг Но даже Если очаг Уже известен Во время Самого Задержения Землетрясения Извиняюсь То Данные Нужны Только для Чего Что Если это На зоне Побережья Нам нужно Предостеречь Население От Цунами Так вот Вообще Мировая Мировая Статистика Такова Что больше Людей Погибают От цунами Как раз Таким Есть Даже Японцы Со своими Супертехнологиями Не могут Ничего С этим Поделать Они Только Могут Поставить Очень много Датчиков Их надо Ставить Хотя бы Каждые 100 километров Даже Американцы Не могут С это Позволить Они Не очень Дорогие Но Каждые 100 километров Поставить Датчики И следить За ними Это Целая Целая Большая Там В общем Проблема И поэтому Есть Пример Очень Хороший Как Защитить От землетрясений Это Просто Ожидать И знать Что Оно Будет Вот Пример 1906 год 1906 год Землетрясения В Сан-Франциско Рухнул Весь Город Миллионник Ну И как Что Делать Будем Опять Строить Город Здесь Разлом Как Мы Будем Восстанавливать Город Когда Здесь Будет Опять Землетрясение И Тем Не Миллионник Не Смогли Перенести Не Захотели Построили Заново И Уже Когда Он Был Двенадцатимиллионным Городом Произошло Очень Сильное Землетрясение В 1986 Может Может Быть 87 Год 87 И Вот Представьте Себе Что Люди Готовились К этому Они Знали Готовились Все Это Как Гражданская Оборона И Жертв Удалось Там Свести К Минимум Вот Это Были Действительно Минимальные Минимальные Жертвы Еще Интересное Землетрясение Было Например 1960 Год Чилийское Его Назвали Великое Чилийское Землетрясение Так Вот Цунами Которая Отхлынула То есть Сначала Волна Пошла В сторону Побережья Отхлынула И Вернулась Потом Достигла До Японии И берегов Камчатки В том числе Достигла 150 человек Погибло Только От этого Цунами Представьте Через Весь Тихий Океан Прошла Волна Вот Значит Значит На И Для чего Появилась Общая Система Сообщения Вот Этих Цунами Предупреждения От Цунами Это Единственный Способ Все Не существует Человек Бессилен Против Против Этих Сил А С Вулканами Немножко Проще Почему Я Упомянул Сейчас Заметрисения Это Не просто Страшилка Вот Каждый Сильный Толчок Помогает Нам Узнать Как Устроена Наша Планета То есть Вот Эти Так Назованные Сейсмо Томограммы Помогают Просвечивать Нашу Планету И Понять Что Там Какие Есть Уплотнения Что Там Есть Ядро Заметрисения Под На Охотском Побережье Камчатки Вот Охотское Море Слева Сейчас Я указочку Включу Вот Охотское Море Вот Ненормальная Ситуация Когда Заметрисения Происходит Очаг Вот Здесь Вот То есть Представьте Себе За всю Историю Там Исследований Вот Очаг Вот Здесь Напротив Поселка Октябрьский И Там Трясло 10 минут Глубина 610 Километров То есть Была бы на такой глубине Но уже ничего Не должно быть Там Какого-то Там Твердости Каких-то Все должно быть Уже мягко Расплавленное И Датчики В московском В Москве Даже чувствовали Это землетрясение Ну Может быть Его Прям Люди Не чувствовали Но Сейсмостанции Его чувствовали То есть Представьте У нас С другой Части планеты Проходят Сигналы И вот Благодаря Этим Землетрясениям Особенно Сильным Мы Получили Какую-то Общую И Была Значит Была Вот Эта картинка Видите Тихоокеанское Огненное Кольцо Посмотрите На дно Тихого Океана Вот Никакой Геолог Еще там В 50-х Годах Не мог Представить Что дно Гидрогеолог Что дно Тихого Океана Выглядит Так Или вообще Дно Мировых Океанов Выглядит Вот таким Образом Вот Представьте Тут Какие-то Хребты Так называемые Среднеокеанические Хребты Но в данном случае Среднеокеанический Хребет Вот он Вот он Вот он Проходит Он не посередине Но не посередине А он Здесь С краю Да Как бы Но вот На примере Атлантического Дна Атлантики Там он Прямо По центру Как об этом Узнали Почему Назвали Среднеокеанический Хребет Честно Не помню Какой год Но в общем Ввели Телеграф Из Европы В Америку По дну Море В общем Наткнулись На этот Хребет Он был Назвали Среднеокеаническим Потому что он был Посередине В общем Там было Скалы высотой Там несколько километров В общем И был Желоб Вот Это поэтому Потом После войны Собрали Очень много Информации То есть Была Мощная же Компания И Германия Своими подводными Лодками Там Поставляла Очень серьезную Угрозу Поэтому Эхолоты Это были Достаточно Он был Изобретен И Эхолотами Просветив Это дно Получили Какую-то Общую Картинку И Когда Собрали Перед геологами Примерно Что-то Подобное Открылось Не так Подробно Конечно Были Все В шоке Это был Вообще Переворот В геологии Оказалось Еще Что Глупоговодное Бурение Показало Что Океаническая Кора Она Очень Молодая Если У нас Материковая Часть Это Может Быть И Три Три С Половины Миллиарда Лет Вроде Как Считается Четыре С Половиной Возраст Нашей Планеты Четыре С Половиной Миллиарда Лет Плюс Миллиарда Но Есть Породы То есть Четыре И четыре Вот Но Это Уже Очень Много А Океаническая Кора Всего Лишь Всего Лишь Сто Восемьдесят Миллионов То есть Она Очень Очень Молодая И Этим Было Потом Появился Полетели Спутники В космос Конечно Изучить Дно Мирового Океана Увидеть Там С помощью Батискафов В те годы Это было Очень Сложно Только Первые Батискафы Уже Начали Семьдесятые Года Когда Смогли Подняться Спуститься На шесть Тысяч Метров И вообще Что-то Там Увидеть И вот Они Когда Когда Появился Метод Значит GPS Он Абсолютно Был Точно Вот Эту Модель Движения Дрейфа Материков И То Что Океаническая Кора Движется И что-то Где-то Как Сказал Ломоносов Где-то Значит Должно Если Прибудет То То Оно Должно Куда-то Куда-то Уйти Да Вот И вот Представьте Себе Что Началось Вот это Грандиозное Исследование Был Как раз Географический Конец 60-х Так Назованные Географические Начались Исследования Вот И в том Числе И там Хребет Ломоносов Этот Был Открыт Начали Исследовать Дно Мирового Океана И Вот Я вам Сказал Про Распространение Вулканов Да Вот Предыдущая Сейчас Пару Вот Мы знаем Что Вулканы Основная Часть Вулканов До Этого До Этой Информации Она Находится На Суше Но Оказывается Есть Вулканы Которые Под Водой И Вот Как раз Таки В этих Зонах Так Это У меня Зависло Вот Оказывается В этих Зонах Так Назовываем Рифта Вот Это Зона Спрейдинга То Есть Раздвигания Есть Очень Очень Много Вулканов Очень Много Вулканов И Эти Вулканы Также Извергают Вулканический Материал Но Это Происходит Все Очень В Необычных Необычных Процессах То есть Таких Нетрадиционных Вот Вот Это Гавайские Острова Гавайские Острова Вот Здесь Постоянно Извергаются Вулканы Ирта Али Там И Малуа Вулкан Там Много Вулканов Это Вулканический Полностью Вся Постройка И Самое Интересное Что Тут Вулкан Один Вообще Он Уходит Вниз Глубоко Под воду Самое Интересное Что Здесь Нету Здесь Грубо Говоря Представьте Себе Что Это Какой То Вот Это Вот Плита Движется Как Лис Железа А Снизу Кто Аргонов Сварку Поднес И Дырку Прожигает И Это Все Едет Потихонечку Едет Туда Наверх И Представьте Себе Хребет Видите Куда Он Ходит У нас На полуострове Камчатка Есть Остров Камчатский Вот Камчатский Там Как Мы И Вот Туда В этот Уголочек Приходят То есть Мы Можем Увидеть Гавайские Острова Ну Грубо Говоря То есть Они Потихонечку Вот Здесь Растет Растет Да И Потихонечку Это Едет 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 И Сюда Приезжает И Мы Можем На Камчатке Увидеть Тоже Такие Как Как Были Построены Гавайские Острова Вот И Такие Же Места Есть Кстати Кстати Вот Это Вот Считается Достаточно Безопасным Потому Что Здесь Тонкая Земная Кора Когда Поднимается Этот Монтийный Плюм Снизу Целая Есть Теория Там Целая Гипотеза И Пытаются Там Опять же С помощью Этих Сейсмотомограмм Как То Распознать Эти Плюмы Как Раз Такие Такой Плюм Это Yellowstone Такой Плюм Это Похоже Тоже Ну Правда В Рифтовой Зоне Это Исландия И В чем Опасность Этих Плюмов Опасность Их Когда Они Находятся На Материковой Когда Они На Толстой Кора Земная Очень Толстая То 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 Это Плюм Это Игла Тоненькая Которая Снизу Прожигает Прожигает Все Все Слои Поднимается Когда Она Подходит Сюда Здесь Очень Тонкая Кора И Последствия То есть Лава Выливается И все Растут Эти острова А В Yellowstone Происходит Что Происходит Начинает Выделяться Очень Много Газов И Происходит Очень Мощный Страшенный Взрыв И Таких Взрывов По Крайней Мере Было Около Десяти То есть Там Десять Кальдер Они Подряд Идут Это Все Опять Же Миллионы Лет И Конечно Вот Сейчас Там Опять Же По Новостям Yellowstone Супервулкан Да Будет Только Извержений Не Будет Там Где Сейчас Этот Yellowstone Это Кальдер Она Будет Рядом Потому Что Уже Сдвинулась 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 Плита Самое Интересное Что Вот Здесь Вот Кстати Здесь Нет Так Называемой Зон Зонной Субдукции Здесь Происходит Вот Эта Часть Америка Она Потихонечку Догоняет Догоняет Как Б Плиту Океанскую И Здесь Иногда Напряжение Возникает Возникает А Иногда Ослабевает Поэтому Как раз Таки Сильнейшие Зиметрясения Очень Опасные Происходят Как раз Вот Здесь Вот И Еще У нас На Кавказе Происходят Сильные Зиметрясения Потому Что Там Все Очень Твердо И Вот Представьте Себе Если Здесь У нас Легкая Океаническая Корана Погружается Под Камчатку Как Так Все Как Под Японию А На Кавказе Там Как Два Кирпича Трутся Или Гималайя Гималайя Тоже Очень Сильные Вот Они Уперлись И Начинает Это Все Расти Наверх 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 И Гималайя Продолжает Расти Так же Как И Кавказ И Очень Хороший Пример Это Италия То есть Вообще Средиземное Море Когда То Оно Захлопнется И Там Образуется Такие Жи Гималайя Такой Же Высоты То Когда На Материковой Части То есть Некуда Некуда Уходить Плите Вот В общем Там Напряжение Очень Сильное Возникает Кстати Очень Тоже Про Байкал Ну Ка Сейчас Карту Откроем Вон Байкал Вот Он И Здесь Тоже Здесь Тоже Рифт Но Он 20 Миллионов Лет В общем Почему То Он Он Очень Медленный Это Трифт И Байкал Это Действительно Такая Зона Раздвигания На Материке То есть Возможно Когда-то Он Раскроется И Там Будет Целое Море Может Быть Когда-то Будет Океан Вот Но Движение Очень Медленное На Камчатке Здесь У нас Происходит Движение Плита Заходит Под Материковую Со Скоростью 8,5 Сантиметра В год То На Байкале Там Все Очень 2 Сантиметра Примерно В год А вот Кстати Сибирский Плата Путарана Вот Видно Этот Сибирский Трап Видно Что Это Отсюда Лава Огромная Провинция Лава И Все Это Налилось Миллионы Кубов Миллионы Вот Теперь Расскажу Вам Про Спрейдинг И Субдукцию Здесь Конечно Эта Картинка Она Очень Такая Ну В общем Здесь Все Ускорено Очень Сильно Ускорено На самом Деле Покажется Что Вроде Как Это Жидкость Внутри Там Да Все Жидкое И Все Это Так Прям Быстро Движется На самом Движется Это Очень Медленно Это Миллионы Лет И Вот Как Раз Таки Вот Эта Часть Это И Есть Зона Рифта А Вот Эта Зона Вот Она Вот Это Зона Спрейдинга Ой Зона Субдукции Вот Эта Зона Рифт Он же Спрейдинг А Эта Зона Субдукция Субдакшн Погружение И Все Просто Казалось Бы Да Потому Что Обычный Пример Там Берем Ведро Воды Подставляем К нему Горелку Если У нас Ядро Горячая Да То Должно Быть Какой-то Там Тепло Обмен То Есть Конвективный Поток То Происходит Подъем Тепла Он Уходит Наверх Упирается В океаническую Кору Или Материковую Да Но Что Интересно Океаническая Гора Она Очень Тонкая Всего Лишь Самые Тонкие Участки Там Около 5 Километров Всего Лишь Если На материке Она Там До 60 Это Абсолютно Нормальная Толщина Бывает И Толще Вот И Вот Эта Тоненькая Корочка Очень Хороший Пример Это Обычное Яблоко Взяли Яблоко Отпустили Это Яблоко И Вот Эта Шкурочка Тоненькая Это Наша Земная Кора То То Ну До Этого Мы Сейчас Еще Дойдем Значит Подводные Провулканы На Камчатке То Почему Я затронул Эту Тему Значит Вот Представьте Себе Что Вот Здесь Находится Камчатка Таких Зон Очень Похожих Очень Много На Планете Вот И Самое Интересное Что Самый Наш Камчатский Вулканизм Он Зарождается Как раз Таки В зоне Вот Этих Вот Зоне Вот Этих Зон Рифта Когда Происходит Очень Важный Процесс Связывание Воды В породе Потому Что Когда У нас Происходит Извержение Это У нас Извергается Вода И Очень Хороший Пример Очень Хороший Пример Это Бетон Вот Мы Делаем Цемент Вот Представьте Себе Что Мы Залили Воду В цемент В этот Раствор Смешали Камни Песок И цемент И Налили Туда Воду Вот Когда Он Застывает Этот Бетон Если Мы Взвесим Этот Бетон То Мы Практически Не Потеряем Там 80% Воды Там 70% Остается В этом Бетоне И Представьте Как Сложно Этот Ввод Оттуда Достать Ее Практически То есть Ну Достать Оттуда Очень Сложно Очень Хороший Пример Вот Спасибо Нашим Популяризаторам Камчатским Вулканологам Это Вот Сергей Самоленко Очень Хороший Пример Перевел С этим Бетоном И Очень Хороший Пример С Черстым Хлебом Если Хлеб Зачерствел Зачерствел Не засох Мы его Не высушили Мы Он у нас Зачерствел То мы Можем Его Размягчить Опять Сделать Мягким Вот Просто Что мы Сделаем Мы его Нагреем Но Бетон Чтобы Нагреть То есть У нас Это Очень Очень Сложно Потому что Надо Понизить Давление Вот То есть Создать Давление А потом Его резко Резко Понизить С бетоном Тут Сложнее Но Вот Именно Такой Простой Пример Показывает Так Как Как же Связывается Вода Внутри Внутри Океанической Коры И Потом Эта Океаническая Кора Когда Она Заходит Начинает Субдуцировать То есть Она Заходит Под Материковую Часть Она Начинает Нагреваться И Эта Вода Плюс Еще Очень Много Органики Микроорганизмов Которые Накопила Эта Океаническая Кора Она Начинает Начинает Появляться Вулкан Когда-то В школе Мне По географии Говорили Что Вулкан Все Там Просто Магма Проникла Заполнила Магматический Очаг А потом Он уже Пошел Наверх Оказывается Все Немножко Сложнее Интереснее Но Это Все Конечно Теории Через 20 лет Может По-другому Будут Говорить Это Очень Интересно Но Все Походит На Именно Так Что Именно Так Происходит Вот Так Вот Смотрите На Камчатке 29 Действующих Вулканов Всего Всего В мире В год Примерно Извергается По Первой Картинке Видно У нас Извергается Два Вулкана Сейчас Эбека И Он На Курилах На Курилах И Второй Вулкан Это Шевелыч Только Два Вулкана Извергаются Сейчас На Камчатке Всего Лишь Но Бывает Шесть Извергаются Непрерывно Открываешь Монитор Шесть Вулканов Такое Было В 2012 В 2011 Году Было Сейчас Немножко Очень Поспокойней Вот Шевелыч Вот Здесь Это Вулкан Один Из самых Мощных Вулканов Северного Полушария Который Извергает Большую Часть Вообще Вулканических Материалов На На Всем Северном Полушарии Вообще В Тихоокеанском Кольце Там Бешеный Объем И он Работает Каждый День Но Есть Вулканы Например В Италии Стромболи Работает 2,5 тысячи Лет Извергается Не просто Работает Он Извергается 2,5 тысячи Лет Каждый День Бывает Такое Что Какое Затишье Есть Казалось Что Мы Знаем Про Италию Мы Знаем Что Везуви Этно А тут Еще Какой-то Стромболи Катастрофические Извержения Видим Какой-то Убегает Рыбак На Лодке Туристов Увозит Стромболи Работает Постоянно И это Абсолютно Нормально Для Жителей Они Живут Рядом С ним Получают Наверное Даже Какое-то Разочарование Когда он Перестает Работать Тут Туристов Меньше Приезжает Туристы Едут Смотреть На Вулканы Вот Так Вот Представьте себе Что все Вулканы Которые Извергаются Они Примерно В год Извергают Три Кубических Километра Материала Вулканического А Вулканы Которые Находятся В рифтовой Вообще В рифтовых Зонах Они В три раза Больше Это Делают Потому Что Их В три раза Больше И знать О них Очень Мы Не можем О них Знать И вот Я Когда Меня Спросили Про Подводные Вулканы Камчатки Действительно Затруднился Ответить Я Нашел Целый Трактат Вулканологов И вот Что Я Выяснил Оказывается Внутри Авачинской Губы В 1801 Году Было Извержение Подводного Вулкана И он Действительно Прям Вздыбился Там На Несколько Метров И Описание Тут Конечно Интересное Могу Вам Зачитать В 1801 Году 10 Мая У берегов Камчатки Образовался Новый Остров При ясной Тихой Погоде Вдруг Раздался Довольно Сильный Шум И на Расстоянии Привязательно 400 метров От берега Поднялось Пламя Густые Облака Паров Гул Которых Напоминал Пушечные Выстрелы Чудовищная Мастность Земли Камней Силой Выбрасывалась В воздух Это состояние Продолжалось До вечера Когда появился Островок Который Звергал Асфальт И горную Смолу И горную Смолу Из нескольких Отверствий Но видимо Горная Смола Это Вот они Так Лаву То есть Видели Но вообще Это По Очевидцам Уже Потом Люди Интересующиеся Которые Вели Уже Какую-то Информацию Для потомков Они уже Интерпретировали Это Ну сейчас Расскажу Через несколько Дней Попробовали Туда проникнуть Сначала Испытывали Затруднения Вследствие Затвердевшей Смолы Потому что Скорее всего Это была Куча Этой лавы Кекурной Такой Кривой Наломанной И действительно Она была Острая Еще горячая Которая 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 Возвышалась Приблизительно На 3 метра И была Покрыта Беловатой Каменистой Массой Что такое Беловатая Каменистая Масса Скорее всего Это Пемза Которая Просто Сплыла Или Какие-то Очень Похожие И вот Здесь Три Человека Три Источника То есть Первый Источник 1820 Года Пастелье И 1800 Он же В 1936 Году Об этом Пишет Потом Еще Перей Пишет 1846 И Кулаков Об этом Извержении Пишет 1936 Году Вот И вот У меня тут Отчет целый Поднял Из нашего Института Вулканологии И сейсмологии Так вот В 68 Году Институт Физики Земли СССР Провел Целая Была экспедиция Тихоокеанская Сейсмическая Они Вот эту Информацию Соединили С информацией Геологов И Действительно У нас В Вачинской Губе Есть Маленькое Поднятие Вулканическое И Действительно Это Какой Там Был Маленький Вулкан Сейчас Он Не Торчит То есть Он Видимо Вздыбился А потом Осел Немного Вот Действительно Вот Есть Подводный Вулкан Очень Маленький Но Больше Мы Ничем Не Знаем Об этом Ничего Не Знаем И Вот Что Мы Знаем О Подводных Вулканах Значит Это У нас Наземный Вулкан Да Как Он Извергается А Вот Это Подводный Вулкан Да И Называется Это Черные Курильщики Они Тоже Стали Известны Не Так Давно И Бывают Черные Курильщики Это Те Которые На Максимально Больших Глубинах Черный Оттуда Валит Черный Какой-то Флюид Такая Смесь Вообще Минералов То Это Не Просто Вода Это Растворенная Вода Внерастворенное Железо И Те Которые Курильщики На Более Маленьких Глубинах Там Они Называются Серые Потому Что Там Не Такой Большой Температурный Градиент И Температура Их Там 250 До 300 Градусов И Есть Белые Курильщики Это Практически Там Вулкан Или Которые Уже Находятся Там Под Маленьким Давлением И Уже Минералы Которые Растворены В этой Воде Они Не Выпадают Так сильно Так быстро В осадок Так вот Это Когда Были Обнаружены Эти Черные Курильщики В 1977 Году Первая Была Целая Публикация Работа Гидрогеологов Об этом То Это Все Перевернуло Вообще Опять же Всю Геологию Потому Что Они Просто Это Фабрики Руды Представьте Себе Что Вот Эта Вот Эта Штука Примерно Там 10-20 Метров Высоту И Она Непрерывно Извергает Материал Вот Как раз Вот Эти В 3 раза Больше Материала Которые Вот На суше У нас 3 кубических Километра В среднем Вот То Под Водой На Всех Этих Срединных Этих Хребтах Извергается В 3 раза Больше Ну Понятно Что Их Сотни Там Открыто Их Очень Мало Потому Что Добраться До Них Очень Сложно Чтобы Попасть Туда На Дно И Сделать Какие-то Там Взять Пробы И Фотографии Сделать Это То Самое Что Полет В Космос У нас Космос Более Наш Околоземный Более Известен Нам Чем Дно Мирового Океана И Вот Представьте Себе Что Вот Это Вот Это Штуки Это Так Называемые Вестиментиферы Это Черви Ну Черный Курильчик Я думаю Что Минимум От Трех Да Вот Самый Глубокий Это По-моему Там Пять Чем-то Там Или Шесть Тысяч Там Давление На Пяти тысячах Давление 500 Килограмм 500 Бар Давление И Температура Четыреста Градусов Его И Вот Здесь Есть Бактерии Откуда Они Там Взялись И Так Вот Это Сейчас Самая Самая Такая Распространенная В Шестнадцатом Году Уже Доказали Что Ну Вот В общем Что Есть Так Назованный Такой Предок По-английски Там Сокрещённая Абревиатура Лука Да Это Общий Предок Так Вот Этот Предок Вот Как раз Таки Жил Как-то Там Оказался Может Прилетел И Упал В Воду Да И Там Как-то Они Засилились Но Почему Такое Бешеное Распространение И Три Споловины Миллиарда Лет Назад Такие Курильщики Были И Они Там Прекрасно Это Все Работали Все Это Извергали Этот Материал И Вот Эти Бактерии То Они Создают Там Маленькие Такие Оазисы Вот Эти Черви Вести Ментифера Самое Интересное Что В Атлантическом Океане Только Креветки И Всякие Там Улиточки А В Тихом Океане Там Черви Всякие Двухстворки В общем Там Более Немножко Другая Почему Там Так А Там По-другому Это Загадка Вот Так Вот Самое Интересное Вот Эта Жизнь Которая Здесь Зародилась Каким Образом Она Зародилась Это Остается Есть Доказательства О том Что В общем Не зря Здесь Фотография С молнией Так Вот Когда Образуется Электростатический Разряд В Вулканическом Пепле Образуются Так Назованные Длинные Молекулы То есть Там Сложные Аминокислоты Образуются Которые Являются Потом Питательной Средой Вообще Для Микроорганизмов И Это Уже Доказано Это Было Синтетически Уже Доказано То есть С помощью В Искусственных То есть Искусственно Это Смогли Повторить Этот Процесс И Вот На Камчатке Представьте Себе Там Есть Вулканолог Но Сейчас Уже Нет С нами Некто Мархинин И Вот Он Рассказывал Целые Там Работы О том Как Они Собирали Этот Вулканический Пепел Потому Был Какой-то Такой Будеражащий Все Вулканизм И Вот Происхождение Жизни На планете Оказывается Где-то Оно Вот Где-то Мы Рядом Его Все Засмеяли И сказали Это Занесение В пробы Ничего Так Не Может Произойти Это Против Всех Законов Физики И В 75 Году Когда Началось Большое Трещинное Толбаческое Извержение Толбаческое Трещинное Извержение Были Обнаружены Эти же Пробы Но Собрать Их Было Это Блокбастер Какой-то Фильм Катастроф Они Бегают С Трехлитровыми Банками Под Этими Бомбардировками А Извержение БТТИ В 75 Году Не Такое Спокойное Было Как Последнее Извержение Плоского Толбаческа То есть Бомбардировка Была Практически Постоянная Им Нужен Был Первый Первый Взять Первый Материал Поэтому Я Восхищаюсь Этими Вулканологами Этими Людями Что они Вытворяют Но Когда Происходит Извержение На Камчатке Примерно Я ощущаю То же Самое Мне Тоже Хочется Как-то Залезть Вот оно Горячее Ноги Горят Все Горит В общем Хочется Проникнуть Проникнуть Прикоснуться К этой Вселенной Действительно Когда происходит Вулканическое Извержение И ты на это Смотришь То Ощущение Как будто Вселенная К тебе Прикасается То есть Ты понимаешь Что Когда планета Наша Начала Только Только Свой Путь Жизненный То В принципе То же Самое Происходило Вот И теперь Вы уже Примерно Понимаете Ну Кто Может быть И до этого Понимал Что Такими Широкими Мазками Что такое Вулканизм И как Он Появляется Еще Я Потом Упомяну Еще Несколько Типов Вулканизма Это Вулканические Плюмы Так Назваемые Трапы Может быть Кто-нибудь Слышал Сибирский Трап Плата Путарана Да Это Вообще Очень Интересное Место Я Побывал Уже В некоторых Местах Самых Известных Местах Вулканизма И тут Вот Мне теперь Хочется Попасть Туда Только Летом Можно Очень Хочу Попасть На Плата Путарана И Посмотреть Потом Останется Немножко Времени Немножко В другой Презентации Я вам Покажу Фотографию Я С самолета Я летал Мы Пасыны Летаем Над этим Плата Я Просто Смотрю На него Думаю Ну Красиво Какие-то Чешуйки Такие Необычные Ну Что Это Такое Ну Просто Фотографировал А Сейчас Я понимаю Что Это Такое И Масштабы Этого Не сравним Вообще С теми Масштабами Вулканизма Которые Сейчас Мы Имеем На планете Представьте Себе Это Если Я говорю Там Три Кубокилометра Лавы И в год Примерно Извергается В день Да Плюс Под водой Сколько У нас Выходит Этого Материала А Это Миллионы Кубов И С этим Связано Великое Пермское Вымирание Это Было 200 Еще До Динозавров То есть Там Первые Ящики Начали Появляться Вот То есть Там Наслоилось Такой Объем Лавы Но Самое Интересное Что Пермское Вымирание Помогло Когда То есть Раскопки Начали Проводить И Поняли Что Эта Лава Двигалась То есть Это Не Просто Вулкан Это Огромная Провинция Которая Все В трещинах Пронизано Трещинами И Оттуда Бесконечно Льется Эта Лава И Она Постепенно Наступает Наступает И Очень Хорошая Найдена Находка Когда В воду Это Все Попадает И В основном Все Животные Которые Жили В воде Они Медленно Ну как Медленно Там Тысячи лет И Эти Существа Которые В 90% Вида Всех Погибло Там 90-95 Кто-то Говорит Кто-то 85 Ну Много Они Попытались Оттуда Из воды Выйти И Возможно Это Стало Стимулом Для того Чтобы Эти Виды Смогли Покинуть Эту Воду В общем И Побежали По суше От этого Извержения Но После Этого Все равно Была Бешеная Катастрофа Но Тем не менее Выжили 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 Всякие То есть Животные Которые Двигались По суше Они Смогли Закопаться Кто-то В землю Закопался Вот И Вот Мы Это Было Очень Давно Сибирский Трап Это Известное Событие Но Очень Давно А теперь Мы Переносимся Вулканизм Камчатки То есть Это Вулканизм Субдукционных Зон Весь Катастрофический Вулканизм На планете Как раз Таки Относится К Тихоокеанскому Кольцу Огненному И там В основном Все Везде Субдукционные Зоны И Конечно же Возвращаемся К нашей Воде Так вот Та вода Которая Связалась При зарождении Земной Коры Я грубо Сейчас говорю Там Достаточно Сложные Процессы Она У нас Начинает Извергаться И Предыдущий Был Значит Там Снимок Был Слайд Был 29 Вулканов Я говорил Представьте себе Первый Вулкан Который Открыли На Камчатке Открыл Атласов Это Переоткрыватели Вот они Пришли И увидели Что Работает Вулкан Вот он Работает Вот она Ключевская Сопка Видно Как она Работает Там Красненькая Бывает Светится Бывает Речка Льется Бывает Все Пеплом Засыпало Это Первый Вулкан Потом В 40 50 Годах Спустя 40 50 Лет Уже Пошли Первые Следователи Это 1740 Год Атласов Ой Крашенинников И Стейлер Они Открыли Еще 8 Вулканов То есть Это Вулканы Которые Там В том числе И был Плоский Толбач Так Как Приходили С севера Они Все Это Видели Все Все Эти Вулканы Видно С долины Реки Камчатки Самая Плодородная Так Сказать Самая Богатая Биоресурсами Река Поэтому Все Эти вулканы Оттуда Было Видно И Вот Интересный Момент Возвращаемся Назад Сейчас Да Их 29 Но Ведут Вулканологи Все Время Ученые Ведут Споры Сколько 29 Действующих На Камчатке Или 30 Было В какой-то Вмент 30 Потом Стало 29 Было 28 В общем Это Нескончаемый Спор И Вот Мы Сейчас С вами Поговорим Про Такое Маленькое Супер Вулкан Безымянный Фотография Начала 1955 Года Высота Его 3085 Метров И Мы Видим Что Это Обычный Такой Казалось Бы Стратов Вулкан И Вообще Никакой Фумарольной Активности Нет Вообще Никакой То есть Этот Вулкан Не Считали Действующим То есть Его Считали Что Он Уже Дремлет И Никакой Вообще Информации О Его Предыдущих Извержениях Вообще Нет И Тут В 1955 Году Начинается Фумарольная Активность То есть Туда Сразу Вулканологи Волокут Датчики То есть Свои Приборы Есть Такая Ну Был Вулканолог Женщина Богоявленская Вот Ей Достался Этот Вулкан Она Вообще Сначала Расстроилась Потому Что Ну Зачем Мне этот Вулкан Тут Столько Интересного Ключевская Безжизненный Вулкан Мне дали Ну Что Он Запыхтел Вот Представьте Себе Что Год Начинает Он Активизируется Этот Вулкан И В 1956 Году Это Очень Важно Вообще В Мировом Мировой Науке Происходит Мощное Извержение Его Назвали По типу Безымянный Представьте Себе Просто Вулкан Взрывается Вдребезги В направленный Взрыв Под углом 30-40 Градусов Около Ну Объем Объем Я вам скажу Так Вы знаете Да 3 3 кубокилометра Где-то Полкилометра Сразу Отлетело Кубических Километров Ну Сложно Представить Ну В общем Я не знаю Это Можно С города Можно Сравнить Наверное По постройкам Вот Сколько Вот Сколько По площади И умножить Эту площадь Понять Вот Этот Объем То есть Объем Это Колоссальный Объем Просто Сносит Верхушку Взрывается Взрывается Этот вулкан Вот Видно Примерно Какая У него Форма Была Вот Здесь Да Ну Это Нежка С разных Ракурсов И Что От него Осталось И Уже В 57 Году Уже Внутри Там Вот Такой Вот Маленький Конус Образовывается И Что Интересно Представьте Тысячи Выясняется Что Тысячи Лет Вулкан Этот Молчал Потому Что Начали Его Исследовать Начали Смотреть Тысячи Лет Он Молчал И Тут Вот Он Проснулся Но Опасность По поводу Опасности Никто Не Пострадал И В первую очередь На Камчатке Не страдают Люди От Вулканизма Потому Что Они Находятся Очень Далеко От Вулканов То есть Они Не Так Как В Италии Живут На склонах Вулканов Или В Индонезии Мы Очень Далеко Находимся Но Вулканизм У нас Не Можем То Извержение Вулкана Предсказать Мы Можем Ну Понятно Что Не Завтра Не Через Неделю Но Мы Видим Что Какая Активизация Принесли Туда Приборы И Увидели Вот Я Сейчас Говорю Не От Лица Вулканологов А Вообще Как Сказать От Жителя Мож Сказать Этого Полуострова И Можно Конечно Ж От Него Примерно Понять Куда Как Он Расположен Этот Вулкан Где Где Населенные Пункты И Покинуть Этот Населенный Пункт Но Есть Уже Такая Активизация Прошла На самом деле В Помпеях Тоже Знали Прекрасно Что Вулкан Этот Заработал И Оттуда Все Ушли Там Одни Рабы Погибли В основном Основная Масса Все Кто Понимал Все Кто Мог Покинуть Они Все Покинули Населенные Пункты То Есть Вулкан С Вулканом Немножко Все Попроще Вот А вот Сейчас Он Безымянный Вот Смотрите Вот Такой Маленький Попыречек Высотой 2800 Как Наш Домашний Вулкан Авачинский Вот Ключевская Какая Махина Ну Ключевская Сопка Конечно Заслуживает Отдельного Рассказа Так Немножко Упомяну О И Вот Наш Вулкан Авачинский Почему Сразу На Авачинский Вулкан Принес Внимание Потому Что Сразу Невооруженным Взглядом Можно Увидеть Что Вулкан Авачинский Очень Похож На Безымянный То Сейчас Безымянный Это Примерно Вот Так Он Выглядит То Внутри Уже Нету Такого Куба Там Не Провален Конус А У У Уже Вот Такой Вот Есть Прям Явно Выраженный Лавовый Купол Вот Здесь Извержение Авачинского 45-й год Извержение И Извержение 91-го Года Значит Вулкан Этот Отчитается Опасным Потому Что Он Находится В 25 Километрах От Петерпаловской Камчатской То Есть Вообще Совсем Рядышком И 30 тысяч Лет Назад Примерно С Авачинским Вулканом Произошло Что-то Подобное Что С Безымянным Но Это Очень Сложные Там Процессы И Прям Сказать Именно Что Там Он По составу Своих Своих То есть По составу Именно Материалов Выкинутых О них Очень Сильно Отличается То есть Немножко Там Поменьше Было Воды Но Возвращаемся К нашему Асфальту И бетону Вот Вот Это Облако Этот Пепел Да Вот Откуда Он Берется Вот Берем Камень Камень Вот В камне Есть Вода И Этот Камень Когда Мы Поднимаем С Большой Глубины Он Теряет Давление Да И Еще Он Нагревается Очень Сильно И Когда Он Нагревается Этот Камень Он Начинает Когда Выходит Он Из Кратора Он Начинает Газировать Просто Как От него Маленькие Камушки Вот Представьте Этот Камень Размером С Он Не 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 Катится По склону А он Просто Летит На Вот Этих Подшипниках Это Называется Пирокластический Поток А сопровождается Он Еще и Палящим Облаком Это Самая Большая Опасность От Любого Вулкана И Все Гибели Большие Катастрофические Извержения Как раз Таки Гибели Именно От Пирокластики Потому Что Если Здесь Ну Пепловый Выброс Ну Посыпало Пепло Ну Допустим Лава Потекла Здесь Вот Не Лава Это На самом деле Лава Вот Она А Это Ледники Которые Образовались Внутри В соме Этого Вулкана И Вот Они Текут Вниз Да Но Так Как Был Прогрев Здесь Это Все Потекло Там Никаких Населенных Пунктов Ничего Нет Но Что Сейчас Изучается Сейчас Изучается Как раз Таки Объем Льда Вот Здесь Вот Вот Внутри Под Конусом Потому Что Если Будет Мощный Прогрев Мощное Извержение Еще И Весной То Может Быть Подтопит Какие Дачные Участки В общем Пострадает Население Но Опять же От этого Можно Уйти Но Мы знаем Началось Извержение Оно Сразу Эта Вода Не Пребудет То Можно Можно В общем Есть Локализация И мы Можем Покинуть Покинуть Эту Территорию Вот Я Вам Покажу Хотел Показать Пирокластический Поток Пирокластический Выброс Сейчас Я Тут У нас За каждым Вулканом Вообще Вы можете На сайте Института Вулканологии Зайти На Этот Сайт И Посмотреть В реальном Времени Что происходит Вулканов Можно Увидеть Даже Свечение На Некоторых Куполах Можно Видеть Там Пепелит Он Или Как Он Курит Вот И Вот Вулкан Шевелочь Видно Тут Вот Он Лавовый Просто По То есть Его просто Сила трения Остановит Он С такой Скоростью Это Все Причем Стрельнуло В Борт Вот И Все Это Чуть Перевалило На ту сторону И еще Туда Пирокластика Полетел То Если Там Находиться Даже На той Стороне Прогуливаться То Убежать Практически Невозможно И Об Этому То Есть Нужно Понимать Как Это Все Предсказуемо Если Он Так Работает Вулкан Если Он Делает Это Каждый Год В Год Вернее По Многу Раз Бывает Десять Раз В год Вот Так Может Выплюнуть То Не надо Там Ходить В общем Особенно По Сухим Речкам Вот Это Действительно Так Действительно Есть Опасность Тут Без Вариантов Но Этот Вулкан Это По Могу 16 Года 16 Или 17 Года Там Столб Надо Вон 17 Год По Могу Но Это Постоянно Происходит Это Вообще Нормальная Жизнь Камчатки Это Это Нормально Мы Вообще Этому Не Удивляемся Единственное Бывает Поселок Камчатск Засыпает И Пеплом Ну Это Было Последние Десять Лет Один Два Раза Чуть Чуть Присыпало Народ Немножко Переживал Потом Пепел Сдуло И все Зажили Обычную Жизнь Можно Еще раз Посмотреть Так Вот Представьте Себе Что Вот Эти Все Камни Я Еще Расскажу Что Такой Перекластический Поток Грубо Говоря Это Камни Которые Вылетели И Покатились Не Покатились А поехали На Воздушной Подушке Вниз Деревья Которые Вот Здесь Вот Есть Внизу Деревья К ним Подходишь Они Как будто С одной Стране Подошли Наждачкой Так Затерли То Это Куча Пепел Не Просто Маленький Песочек Это Вулканическое Стекло Вот Это Вулканическое Стекло Конечно Вдыхать Его Не Очень Полезно Особенно Вот Такой Свежак Вот Она Очень Там Цепко Цепляется В Легких Вот Вот Такая Красота Это Очень Красиво Это Очень Интересно Страшно Да Но На Камчатке За Всю Историю Вообще Исследования Вулканов Ни Один Мирный Житель В общем Не Погиб Так Что У меня Тут Все Сбросилось Значит И От Землетрясений Тоже Жертв Практически Нет Там Я Опять же Этот Отчет Вчера Там Изучал Там 70 Страниц И Я Так Что Тут У меня Сейчас Извиняюсь Пролистаю Значит Этот Отчет Показывает Что Вроде Как Два Ребенка Там В Каком То 1800 Каком То Году Действительно Были Жертвы Но Это По Странению С Мировой Статистикой Это Вообще Там Я даже Не знаю Это Несравнимо Даже Не капля В море Так И Самое Интересное Выстрел Безымянного Был На 36 Км 36 Км Если Предыдущее Видео Смотрели Это Примерно 12 Км То Был Выстрел 36 Км Здесь Нет Этой Фотографии У меня Я Не Нашел Более Менее Нормальный В качестве Вот А вот Теперь Вот Это Вершина Вулкана Авачинский Видите Лавая Пробка Которая Образовалась После Извержения 91 Года То Есть Там До Этого Здесь Был Кратер Глубиной 200 Метров Туда Даже Школьники Спускались Этот Вулкан Тоже Принспират Всегда На Посещение Вот Но Считается Опасным Только Своим Расположением 25 Км Где-то Даже Там Окраина Города И 35 Там Есть Вот Внутри Вот Такая Лавовая Пробка Вот Здесь Фумарольная Активность И В 19 Году Институт Вулканологии Дал Прогноз Что Вроде Как Будет Извержение Все Его Ждали По СМИ Очень Много Информации Посыпалось Народ Даже Там Местное Население Поднапряглось Но Я Вам Расскажу Как Началось Извержение В 1901 Году Был Звонок Там Можно Сказать От Дежурного В Институт Вулканологии И Говорят Что У вас Происходит С Вулканом Вач Может Некоторые Вулканологи Обидятся Но Это Известный Факт И Говорят Да У нас Все Хорошо Говорят Да Вы В окно Посмотрите А Там Лава Шпарит В В общем Да Лава Шпарит Вниз Но Самая Самая Еще раз Повторюсь Опасность Это Все Таки Вот Эти Вот Эти Селевые Потоки Которые Вот В этом С Этой Страны Никогда Не дойдут До Там Может В военной Части Только Может Какой Нибудь Макет Танка Там Есть Танковый Полигон Бомбежка Называют Вот Это Единственная Единственная Опасность Вот Смотрите Фотография 19-й Год Максимально Вот Что Можно Было На Выдержке В этом Году На Выдержке С Большим Экспонированием И Еще Пририсовали Только Свечение Было Видно Только На Инфракрасных Специальных Спектре Было Свечение Газа Действительно Температура Поднялась И Уже Я Тут Путешествие Поехал Думаю Думаю Вот Как Всегда Как Толбачик Плоский В 12-м Году Начался Извергаться Я Сидел В самолете Из Самолета Наблюдал Это Все Дело Вот И Также Авача Вот Такие Фотографии Начали В социальной Сети Поступать В том Числе Такие Фотографии Возможно И Не Только Во всех Новостных Блогах Выходили Вот Действительно Был Там Прогрев Есть И Это Невооруженным Глазом Видно Днем Да Там То есть Черненькая Ну Думали Что Может Быть Оторвет Какой Ни Кусок Там Пойдем Смотреть В общем Смотреть Что же Там Произошло Там Какая Ни Кратер Образуется Когда Живут Кратер Вот Но Этого Не Произошло Я Вот По Поводу Это Не Ключевская Это Авач Да Пририсовали Но Действительно Оно Там Было Чуть Чуть Свечения Но Это Очень Кратковременно То есть На Выдержке Очень Длинной Действительно Успели Какое-то Вытянуть Но Невооруженным Глазом Это Невозможно Было Увидеть Невозможно Это Конус Авачи Вот Но Не Случилось Но Это Не Значит Что Это Не Будет В Следующем Году Или Через В Течение Десяти Лет Это Будет Конечно Будет Извержение И Все Его С удовольствием Ждут Я вам Скажу Когда Началось Извержение Плоского Толбачика Все Вулканологи Они Себя Поздравляли И Там Вообще Шампанское Рекой Лилось Можно Сказать Даже Те Кто Наверное Уже Из Вулканологов Из Той Как Сказать Такой Когорты В общем Вулканологов Которые Наверное Не могли Даже И стопку Держать В руках Они То Наверное Выпили По Этому Поводу Действительно Это Было Событие Такое И Конечно Всем Хочется Чтобы Этот Товарищеский Вулкан Что-нибудь Дорвануло Что-нибудь Произошло Всем Надоело Какое-то В общем Безобразие Тут Взрывались Вулканы А тут Никак Не Можем Дождаться Но Как Опять же Предсказывали Долгосрочный Прогноз Такие Формулы Есть Вот Он Извергался Грубо Мы Возьмем 40 40 20 20 20 Лет Потом Раз 40 Потом 20 20 20 Лет Промежуток 40 Это Конечно Не Четко Четко В 20 Лет Но Примерно И На Основе Этих Извержений Например Толбачик Точно Так Ж У Него Тоже Каждые Примерно 40 45 Лет Плюс Минус 20 Лет И Действительно 45 Ой 75 76 Год 2012 2013 Год То Есть Оно Конечно Не Такое Сильное Было Сейчас До Него Тоже Дойдем Ключевская Сопка Вот Такая Красота Тоже Многие Смотрят На Эти Фотографии Думают Ужас Какой Это Вообще Как Так Вот Я Поехал Туда День Рождения Свою Праздновать Да Туда Даже В этом Зале Есть Люди Которые Вместе Со Мной Разделяли Эту Красоту Самый Высокий Действующий Вулкан Евразийского Континента Очень Известная Гора Вот Такая Красота Поймать Это Конечно Достаточно Очень Сложно Такую Красоту И Все Мы Тоже Тут Запереживали Было Свечение Опять же На Кратере Наверху Это Кстати Перед Моим Восхождением Два Года После Этого Никак Не Могли Подняться Потому Что Из-за Вот Этих Вот Лавых Потоков Здесь Еще Образовался Такой Оползень То Это Не Вершина Это Не Вершина Вершина Там Вулканологи Очень Все Замудренно Называют В общем Сползло И Там Проще Лаве Было Выбраться И Она Потекла Такими Речками Куполочек Образовался Но Опять Конфигурация Вулкана Верхушки Она Очень Сильно Изменилась И Чтобы Подняться На этот Вулкан Туриста Приезжают Мы Приехали К вам На Камчатку Сходить Зимой На Ключевскую Сопку Вернее Да Чтобы Потренироваться Перед Эльбрусом Я говорю Не Вы Сначала Сходите Зимой На Эльбрус А потом Летом Попробуйте Подняться На Ключевскую Сопку Вот Потому Что Вулкан Это Не Просто Гора Это Нестабильная Гора С Прописанным Маршрутом Где Уже Может Быть Есть И GPS Треки Но Этот GPS Трек После Этого Извержения Он Абсолютно Не Информативен Потому Что Конфигурация Изменилась Что То Он Весь Натрясся Там Себе Накатил Кучу Камней Потом Где-то Лед Растаял Где-то Образовались Какие-то Небезопасные Места А вулкан Сыпет Постоян И В чем Опасность Вулкана Надо Очень Рано Начать Восхождение Чтобы Успеть До Мощных Камнепадов Успеть Спуститься Вниз То Здесь Начинает Все это Дело Лететь Вниз Камни Как Пули И Вот Такая Пуля Конечно Они Пролетают Мимо Ушей Просто Мне кажется Я даже Видел Как Она Воздух Рассекает С Таким Гулом Вот Это Конечно Ну Только Дело Случа Вот Рюкзаком Идешь Закрываешься Да Есть Опасность Но Это Вулкан Серьезный Вулкан Это Очень Серьезная Гора Которая Непредсказуемая Вот Еще Фотография Такой Мордор Камчатский Это Немножко Раньше В сентябре До Этого Октябре Было Вот Вулканы Которые Всегда Вам Рады Ну Вот Слева Вулкан Горелый Ну Совсем Такой Простенький Вулкан И Путешественники Даже Самые Не Путешествующие Люди В общем Любая Бабушка Туда Потихонечку Да Поднимется Вот Вулкан Такой Плоской Щитовой Постройки И Чтобы Увидеть Так Вот Эту Красоту Этот Кратер Потихонечку За 2 Часа За 3 Даже Дети Дети Маленькие Там И 4 И 5 Летние Потихонечку Поднимаются Зимой Все Конечно Сложнее Ну В сезон Надо Делать Это В сезон А вот Справа Вулкан Мутновский Это Кратер Вот То есть У нас В основном Не Совсем Восхождение На Вулкан Хотя Можно Ходить Наверх Это Очень Интересно Там Наверху Самолет Лежит Ли-2 До Этого Я Думал Что Это Американский DC-3 Там И Все Мне Говорили Об Этого Но Как Оказалось Когда Туда Пришел Было Понятно Что Это Ли-2 Но Я Не Сразу Определил Вот Люди Видно Да Потихонечку Идут Такая Тропа И Такие Ледники Нависают Вулкан Очень Активный И Этот Вулкан Является Еще И Полезным Вулканом Информация Которая Дает 40% Электричества Всему Нашему Елизовскому Району И Городу Петропавловск Камчатскому Вот Такая Общая Информация Вот Здесь Уже Вулкан Толбачек Мы Перемещаемся Видите Какие Шлаковые Поля Вот Это Как раз Извержение 75-76 Года И Сейчас С вами Мы Дойдем А Вот Сам Вулкан Вот Он На На самом деле Эта Фотография Перевернута Потому что Все Кто Знают Это Место Хотелось Чтобы Читалась Наша Комбатура А Вот Уже Извержение 2012 Года И Вот Сразу Слева Фотография Это Мой Приятель Александр Биченко Вообще Удивительный Человек Он Наверное Побывал На этом Извержении Больше Чем Некоторые Вулканологи Но Он Не На Первом Месте В этом Зале Есть Человек Который Был Там Больше Любого Вулканолога В общем Это Обычный Абсолютно Человек Вот Ирина Долецкая Она Может Поднять Руку Немножко Застеснялась Вот Со Своей Дочкой Они Конечно Шикарную Работу Проделали Они Отсняли Это Все Извержение От Самого Начала До Самого Конца И Может Быть Запомните Эту Фамилию Она Выступит Со Своими Фотографиями Со Своим Слайд Шоу И Расскажет Уникальные Истории Что С ними Происходило И Что Они Пережили Вот Это Конечно Я Им Завидую Немножко Вот Как Оно Началось Это Извержение Вот Это Самое Самое Извиняюсь Самое Самое Начало Извержения И Вот Здесь Еще Там Практически Трещина Значит Просто Земля Лопнула Как Арбуз И Оттуда Начало Там 5 Километров Трещина Оттуда Начало Фонтанировать Лава Это Извержение Гавайского Типа И В самом Начале Первые Там Несколько Недель Понятно Что На вертолете Можно Было Делать Облет Рядом Высадились Но Близко Подойти Невозможно Потому Что Фонтанирование Лавы Тоже Покажу Маленький Ролик Фонтанирование Было Ну Просто Запредельно Высоко Это Для Ну Небезопасно Было Но Я Считаю Что И Многие Вулканологи Считают Что Одно Из Самых Безопасных Извержений Вообще На планете Такого Типа Из Последних Потому Что Столько Много Было Газов Что Лава Она Превращалась В такое Безе И Оно Такое Было Воздушное Что Можно Было Уворачиваться То есть Когда Летит Бомба Тяжелая Как Снаряд То Она Просто Вы Даже Не Увидите Как Пуля Летит Или Снаряд Так Вот Здесь Можно Было Увидеть Такие Лохмотья В общем Эти Лохмотья Летят От Них Можно Было Уворачиваться И Благодаря Тому Что Очень Много Было Газов Не Было Пепла Было Именно Лава Была Пропитана Этими Газами Можно Было Подобраться Очень Очень Близко Ну Когда Приходишь Извержение Посмотрел На него Лава Льется Все Интересно Да Класс Что Дальше Делать Вот Что Делать Дальше Ну Вот Уже Начинаешь Изворачиваться Всякие Придумывать Различные Не знаю Театральные Постановки Видеосъемки Да Здесь Я вам Потом Покажу Фотографию Обратите Внимание Здесь Горит Штатив И Обувь Горит На самом Деле Это Бумажки Бумажки Намотанные На Ботинки На Штатив Их Поджигают Еще Сюда Это Все Льют Еще Эти Бумажки Пропитанные Жидкостью Для Рожига То есть Это Да Это Все Было Сделано Для Эффекта Это Я Говорю Насколько Это Безопасно Было Извержение Конечно Здесь Когда Долго Стоишь Понятно Что Подошва Расплавляется Рано Или Поздно Но Тем Не Менее Было Жарко Конечно Саше Было Очень Жарко Вот Видите Как Люди Стоят Близко Да Но Конечно Здесь Все Равно Снято Дальнобойным Объективом И Понятно Что Расстояние Есть Но Тем Не Менее Меня Обсыпало Неоднократно Вот Этой Помельче Шнягой И От Этого Можно Было Уворачиваться Ирина Я Не знаю У нее Там Столько Одежды Выбросило Ее Там Просто Вдоль И Поперек У них Есть Замечательная История Как Они Стоят Возле Лавового Потока Наблюдают И тут Пошел Снег А Небо Чисто Откуда Снег А Это Оказывается Порвало Пуховик В общем Порезало Оттуда Ветром Начало Выдувать Пух И Все Оказались В этом Маленьком Таком Облаке Пуха Потом Видите Следующая Тут Фотография Уже Начинает Когда Когда Лавовые Реки Начинает Покрываться Коркой Образуются Такие Лавовые Трубы И Вот Там Вот Такие Дырки Да Тут Температура Конечно Оттуда Газов Шпарит Подойти Очень Сложно Но Мы Были Все Абсолютно С опаленными Волосами Ресницами Куртки Поначалу Мы Сожгли Все Свою Нормальную Одежду А потом Мы Уже Одели Старую Там Вот Типа Такой Вот Типа Верхонки Покупали Покупали Берцы Покупали Старую Как можно Такую Простую Одежду Типа Вот Холщовую Чтобы Чтобы Это Все Дело Не Проживело Но Честно Я Хороших Ботинок Две Пары Сжег И В общем Жалел Об этом Вот А Теперь А Теперь Теперь Страшилки Теперь Страшилки Вот Смотрите Здесь Статистика Статистика По Извержениям И Обратите Внимание Они Все Все В основном Тихоокеанское Огненное Кольцо То есть Это Горит О том Что Вулканы Субдукционных Зон Они Достаточно Достаточно Очень Взрывоопасны И Самое Самое Такое Наверное Известное Вот Вулкан Тамбора Посмотрите Сколько Число Погибших 71 Тысяча Человек И Из них 11 Погибло Моментально Просто При выстреле Это Вот Если Если У нас Извержение Было Безымянное Взорвался И там 0,5 Было Кубок Километров Там Ну Там Потом Уже Он Там 5 Несколько Раз Еще Был Выбросы Ну Даже Километр То Здесь 150 Кубических А то 180 Кубических Километров То Такие Извержения Происходят Достаточно Редко Но Вот Это Самое Самое Такое Известное Извержение В Индонезии Вулкана Тамбора Следующий Год 2016 Был Так Назваемый Год Без Лета Все Ощутили Все Ощутили Падение Было Снижение Общей Температуры И это Кстати Не так Мало 0,5 Градусов Полградуса Это Такое Рекордное То То Это Такой Процесс Который Наверное Чем Похож На Процесс Извержений Процесс Изливания Трапов То Есть Только В Очень Очень Маленьких Масштабах Но Тем Не Менее Наша Атмосфера Это Все Это Почувствовала Но Опять Ж Это Не Значит Что Вулкан Это Плохо Пока Вулканы Работают Пока Вулканы Извергаются Наша Планета Живет Она Живая То То Она Остывает Потихонечку Когда Она Будет Такая Как Марс Вот Как Раз Так прошлое, надо посмотреть на Венеру. Вот примерно на Марсе уже все-все там произошло, уже никаких вулканических процессов нету, никаких движений, практически там все уже остыло, потому что в центре там тепло какое-то еще есть предположительно, но его уже недостаточно. Давайте сейчас я вам… А, что еще интересно, представьте себе, что это не просто 70 на тысячи человек погибло, это погибла целая культура, исчез тоборский язык, то есть это вообще считается очень известный факт, что как вулканический вулкан когда-то зародил жизнь, и так он так же быстро ее забирает. Неурожайность была даже вся, считают, что в Америку, в Америку, из Европы народ побежал из-за того, что была вот эта вот неурожайность, вся Европа, вообще вся планета пострадала от голода, значит, после вот этого вот мощного извержения. Это катастрофические извержения, вот их на самом деле не так много. Вот можно, кому интересно, может сфотографировать. Еще вот Крокотау, вулкан. Крокотау, кстати, это по типу безымянный. То есть вот не назвали, сейчас не называют тип Крокотау, а называют тип безымянный извержения. И еще тип был по типу извержения в Сент-Хелленс, вулкан. И американцы готовились к этому извержению, они ждали его, и в 1980 году было мощное извержение, погибло 57 человек. В основном погибли те, кто с камеры пошел снимать. И есть там съемки, там, любое, там можно в интернете набрать, ну, как бы последние съемки на вулкане Сент-Хелленс. То есть там оператор снимает, и на него это облако налетает, и все. В общем, понятно, что от него убежать невозможно, и там выжить было очень-очень сложно. Теперь мы посмотрим... Сейчас я тут все включу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На Гавайях вулкан Кэлау делает это каждый день. Вот так же лава течет. Народ то убегает, то возвращается. Продолжение следует... 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 Вот видите вы, эти самые маленькие, такие как эти, вороночки. Я вот так видел падающие камни, спикнулся, побежал, и камни рядом падают. Не похоже, что там у человека страшно. Вот такое летало просто. По-моему, он просто от счастья в восторге. Со скварками. Блин, нифига себе, вот так на бомбе жарим сало. Так, я тут еще подготовил еще очень маленький ролик, как раз про вулкана Вачи, немножко про него забыл. Нетрудно заметить, даже с большого расстояния, что конус вулкана находится как бы во впадине, имеющей крупную кромку. Эта кромка является остатком старого конуса и опоясывает современный конус вулкана наподобие огромного воротника. Ученые пришли к интересному выводу. Когда-то Абачинский вулкан был значительно выше, чем Корягская сопка. Вулкан имел конус, высота которого была намного выше современного. Но взрывом необычайной силы, около трех тысяч лет назад, была снесена полуторакилометровая вершина конуса. Образовался огромный кратер. В дальнейшем, в образовавшемся кратере, в результате многократных, но несравненно более слабых извержений, стал расти новый конус, в котором перемежались рыхлые отложения и лавовые потоки. Вот так вот. Я вам хотел показать... Сейчас. Вот как раз-таки это... Я никогда не... Я видел это раз пять, наверное. Ну, там, десять лет назад еще на самолете летел. Но все, кто на Камчатку летал, говорят, что мы что-то подобное видели. Но это очень красиво, это очень необычно. Видите, такие, как... Я даже не знаю, что-то какая-то бабочка такая. Очень-очень красиво. Понятно, что это с высоты самолета так выглядит. Но там тоже очень красиво. И вот 250 миллионов лет назад это произошло. Может быть, ошибка, может быть, и 500 миллионов лет назад. Но, тем не менее, вот мы имеем такой красивый узор. Это достаточно... То есть высота тут есть. И здесь вот попутешествовать, если пешком походить, там очень красиво. Вот это и есть как раз плата Путарана. Вот здесь немножко тут... Какие бывают вулканы? Ну, вот я могу сказать, что лучше приехать на Камчатку. И очень много жителей Камчатки вам просто пальцем покажут, что вот какие бывают вулканы на Камчатке. То есть бывают такие... Вот как раз здесь это спорный вопрос. Это вулкан Академии наук. Вот это озеро. Вот это озеро, вулкан Академии наук. Вот этот старый вулкан Двор, а это вулкан Карымский. И вот считается, что это вулкан неработающий. Но вот сейчас ведутся споры, потому что издержание было в 1996 году. Вот этот островок вырос прямо внутрь вот этого озера. И здесь было такое же событие. Вот я всегда туристам рассказываю, вообще гостям, что вот у нас была на Камчатке самая большая уха в мире. Потому что здесь была завезена, была оседлая форма нерки, так называемая, кокунь. И этот кокунь весь там, в общем, сварился. На самом деле, как сейчас вот по новым данным, в общем, вулканологи, которые вот как раз Борис Самоленко, отец Сергея Самоленко, он говорит, что там не было рыбы. Рыба вся умудрилась уйти в реку, и через каскады, через водопады, некоторые из них по 20 метров, она вся была на побережье. Она успела, в общем, она просто испугалась. Вот именно примерно такой же процесс, то есть рыба это все почувствовала, поняла, что надо оттуда убегать, хотя бежать некуда было. И она огромной массой, в общем, рванула. Ну, вот так вот эксперимент человека не удался, в общем, хотели что-то придумать, но, в общем, природа диктует свои правила. Вот как раз вулкан Горелый, видите, какой он простой, плоскость щитовой постройки, и это уже внутри кальдеры. Внутри кальдеры очень легкое восхождение, несложный вулкан абсолютно, очень интересный. Я, кстати, был свидетелем начала этого извержения, вулкан Горелый. Видите, сейчас это был, кстати, новый тип извержения, тоже его вулканологи, они называли там газовое извержение. Не знаю, почему Горелый, потому что все извержения на нем проходят в виде горения последней, да, в виде горения магматического газа. И тоже эти вулканологи, когда я смотрел, что они там вытворяют, вот представьте себе дырка, да, вот эта дырка, там, 40 метров, наверное, может быть, 30 метров в диаметре, и это все это задалека смотрел. Гул стоит, как в аэропорту, вот вы возле двигателя, ревущего двигателя мощного Боинга стоите, да, и вот слушаете, огромного Боинга, и вы слышите, как вот он взлетает. Вот там разговаривать невозможно было. Это расстояние, мне кажется, там, ну, почти метров 500. А эти вулканологи, вулканоходцы там, ну, там все, в общем, они все бегут к этой дырке. Надо померить температуру газов, вот надо померить, надо понять вообще там, что происходит с этим вулканом. И вот они и рискуют там, причем один из вулканологов кинул туда камень, ну, вот, знаете, как маленькому ребенку, хочется вот что-то вот кинуть камень. И этот камень просто оттуда потихонечку взлетел, как на восходящем потоке, и потом, в общем, куда-то в более сильный поток попал, и улетел куда-то, и вообще никто не знает, куда он упал. Ну, где-то, конечно, он упал, и сразу тут по вулканологу подумали, нет, не надо больше туда камни бросать. Значит, Ключевская и вулкан Камень. Вулкан Камень не действующий вулкан, и вот рядом стоит Ключевская. Как раз она в таком состоянии, как раз уже после извержения. И два года никто не мог подняться на нее, и, наконец-то, вот, 10 дней я там вынашивал, мы там в том районе гуляли, искали, в общем, погодное окно, когда туда можно подняться, сходить, и, в общем, интересно посмотреть. В общем, мы были первые там вдвоем с другом, которые поднялись туда в течение двух лет. А бывают вот такие вулканы. Это кальдера вулкана Ксудач, и вот то, что вы видите, это было в 907 году, было извержение. Значит, и образовался, образовалась эта перемычка. То есть, вот это все кажется уже таким незыблемым, таким уже старым, древним. На самом деле, это достаточно молодое образование. Кстати, очень популярная экскурсия на Курильское озеро, к мишкам. Она проходит вот мимо этого вулкана. Вот здесь вот приземляется вертолет, иногда здесь. Здесь можно погулять. Вот здесь вот горячий пляж. Там термальные источники прямо бьют в озеро. Озеро Ключевое называется. Там можно искупаться. И в любое время года можно купаться. Но и здесь вода ледяная, конечно же. Зимой тоже такой градиент температурный. Опять же Ключевская. Здесь все погода хорошая, все классно, кайф. Это вулкан Острый Толбачек. Слева плоский с ним, сросшийся. И вот тоже такая... Это такие редкие кадры, когда можно поймать вот такую гладь водную, когда нет ветра, нет комаров, которые просто там одолевают. Такое отражение. Вот, кстати, Ирина со своей дочкой стоит. Это плоский Толбачек. Ну, не только Ирина. Вот они. Вот это я не знаю кто. Вулканологи. Ну, вот так вот вулканологи приходили. Причем у вулканологов вот таких штук не было. Это приезжали иностранные туристы, иностранные вулканологи, которые привозили такие замечательные костюмы. И наши вулканологи могли брать пробы. Конечно, надо же все пооставляли им. Да, ну вот вы можете посмотреть просто на публику, которая стоит вот на этой корочке, да, тоненькой. Понятно, что эта корочка, она достаточно крепкая, но может быть она там грузовик и не выдержит, да. Ну, вот людей она выдерживает. И вот люди спокойно ведь стоят в совершенно разных, никакие тут не супер какие-то супермены, которые не боятся. Обычные люди. Много камчатцев пропустило это извержение, конечно. Я был там раз в 9, но я не был сам в самом начале. Я был уже, когда вот начался туристический сезон. Вот у меня еще интересный ролик есть чуть попозже, там как вот начинался. Вот то же самое, вот что делать с этим вулканом. Он уже надоел. Вот эта лава, днем посмотрел на нее, ночью посмотрел, пофотографировал, подурачился. Ну, в общем, надо что-то развлекать как-то себе. Поэтому вот так вот жарят, да. Да, то есть вот это еще горячее, как раз тут такая, как аэрогриль такой образовывается. Вот такие снимки. И самое интересное, что, то есть тут происходит такой интересный теплообмен. Вот всегда я задавался таким вопросом, почему очень часто ты подходишь к вулкану, вроде бы ветер с какой-то стороны дует. Надо подходить, вроде как он в спину должен тебе ветер дуть. Но он очень часто дует в спину, потому что там такая температура, и это все поднимается наверх, и тебе в спину постоянно подсасывает холодный воздух. Постоянно. То есть даже если ветер дует, ну, здесь, в общем, маленький какой-то свой такой микроклимат создается, и просто главное, чтобы в ту сторону бомбы не летели. А вот с ветром было проще. Ну, вот видите, самое начало, ну, тут как вот, тут, конечно, вот здесь вот не станешь. Вот здесь можно тут получить нормально, никакая каска не спасет. Ну, это самое-самое начало, первые две недели было очень небезопасно. Ну, и там и это был все-таки декабрь месяц, такие морозы. А вот, видите, разоблачение, разоблачение, видите, как штаны спалены, вот бумага еще тут не горит. Мне вот эта фотография больше нравится. Ну, кстати, штатив такой простенький, но фотоаппарат хороший. Ну, кстати, команде комбо-туров, ну, не знаю, надеюсь, они еще совсем старые не будут, когда начнется новое извержение. И у меня будет сил их туда тоже сводить обязательно. Вот ждут. Все, что ли? Ну, а я думаю, сейчас давайте на вопросы, уже все устали. Какие-то у кого-то сформировались вопросы, именно, ну, по теме. Вдруг. Когда следующий движитель на Камчатке? Когда следующий движитель? Ждем, ждем с нетерпением. Когда следующий движитель? А два видео покажите? Еще видео, да, вы хотите, вы хотите смотреть. Все хотят смотреть про Камчатку. Можно вопрос, да, Алексей? Да. Вносительно от пароли, которая сформировается, она как-то используется на Камчатке? Потому что если вы берете ту же Эдну, то милы, все построено, это и варь. Да, да, да. Но у нас сейчас где-то в 50-е, 60-е годы, даже в 70-е целые месторождения, ну, как называли это месторождениями, карьеры шлаковые. И этот шлак вулканический использован, очень легкий, очень прочный. Использовали для, чтобы изготавливать вот эти шлакоблоки. А сейчас уже, ну, во-первых, у нас же сейсмически опасный регион. И верхние этажи, ну, как бы конструкцию сверху старались облегчить. Поэтому вот там было больше шлака, а внизу там поменьше. Но сейчас бетон, там, в современной технологии, в общем, это не нужно. Никак не используется. Сейчас только, может, сувениры делают, и все. Да, только, да. Я вот на Канарских островах много видел там, в чем красиво, всяких изделий. И действительно интересно, но у нас только-только-только вот возрождается. Вот, кстати, вот мой приятель Саша, вот он, Биченко, вот он пытается там значок такой, и туда как-то эти кусочки лавы маленькой там с какого-то определенного извержения, вот, в общем, туда как-то интегрировать. Вот, но это сувенирное, то есть ничего-то, да. Единственное, я говорю, польза от вулканов на Камчатке – это геотермальная станция, которая вырабатывает электричество. Все. Наверное, больше пока ничего. Подскажите, пожалуйста, а земля считается научно-блодородной, да, после, ну, через некоторое время после земли? Да, действительно, то есть очень-очень много, очень много микроэлементов, и вот как раз после извержения пеплопадов от вулкана Шевелыч или Безымянный, и Ключевская, если долетает, то вот после, кстати, извержения 56-го года в поселке Козыревск была, там картошка, в общем, вырастала вот таких размеров. Но сначала первый год все плохо, вот, а потом как-то, то есть все это дело там устаканивается, и картошка растет вот таких вот размеров, в общем, отличная нормальная картошка. Действительно, урожайность повышает. Вообще вся на вулканитах, вообще на вулканических материалах очень-очень хорошая всегда все растет. Вообще на Канарах там вообще не виноград там, прям в этом шлаке там, в общем, растет у них. Ну, интересно, многие используют это на туфах тоже, как он, как дренаж работает. Это считается нормальными продуктами? Абсолютно, никакой, кстати, радиации вообще никакой нету. Ну, все вот спрашивают, вот, радиация там от вулканов. Вообще с радиоактивностью все в порядке. Максим, когда в музее минералогии, в Керсене, длитило буквально 19-го года новые минералы в Камчатске. Скажи, где добывают очень красивые камни, вот, у разных цветов фиолетов. Да, вот, кстати, вот почему-то я не могу найти фотографию. Действительно, на Толбачике было найдено после, в 75-м году, в 76-м году уже было найдено там несколько новых минералов. А вообще всего найдено около ста, которые не до этого никогда там, например, и название таким интересным, например, Толбачит. Ну, очень все просто, да. Или по фамилии какого-нибудь там вулканолога. Да, но это они все очень неустойчивые. И, конечно же, на примере вулкана, сейчас вот я вулканологов этих встречаю, там и с МГУ там ребята есть. Мне кажется, я там даже вот Павла Плечева встречал. Это вот как раз он сейчас заведует этим музеем имени Ферсмана. Вообще замечательный музей, всем рекомендую. Там сам хочу туда, в общем, попасть. Вот, там как раз вот можно погрузиться в петрологию. И, то есть, наука вообще происхождения всех этих минералов. И, значит, они там все время на этом Толбачике. Но все на новых, ой, на старых конусах. На втором, так называемом, на втором конусе извержения есть первый. Его назвали Горшкова. А второй без названия, поэтому второй конус БТТИ. И вот они там копают, роют, в общем, ищут вот эти новые минералы. Потому что, действительно, это химическая лаборатория. И там, вот наши геологи говорят, что официально 36 новых минералов, которые никогда до этого не встречались. Ну, еще очень много на планете интересного. Так, кстати, в этом, последнее извержение были найдены алмазы. Тоже, как они туда попали, как-то в карманах. В общем, действительно, алмазы были найдены в лаве. И это нормально. То есть, что-то, ну, как извержение этих кимберлитовых трубок. В общем, в этих кимберлитах, вот эти алмазы, вот так они и в лаве. Но это немножко другое происхождение. Очень много интересного. Еще, например, тоже я буквально вчера какую-то на статью напоролся. Там 60, этот Джеймс Кэмерон собрал анализы там со дна Марианской впадины. Вернее, ну, в том районе, в общем, профинансировал проекты. Там было еще 68 новых микроорганизмов найдено, которые тоже до этого никто никогда вообще не встречал. А эти микроорганизмы, они, ну, действительно, может, это наш какой-то общий предок. Как они там выбрались оттуда, из этих черных курильщиков. Опять же, это безжизненное дно морское. И представьте себе этот оазис. И там это маленький этот биогиоциноз, маленькая экосистема образовалась. Есть эти серобактерии, которым не нужен никакой фотосинтез. Вы можете, кстати, на Камчатке эти тионовые водоросли, серобактерии посмотреть и в долине гейзеров, и не обязательно. Вот рядом с Мутновским вулканом можно посмотреть на геотермальной Мутновской станции. Там есть вот эти вот серобактерии, которые так называемые экстремофилы. Есть термофилы, да, а есть экстремофилы. Вот у них 95,5 градусов, и они живут прекрасно. И им не нужен никакой фотосинтез. Они все, в общем, берут из этой серы всю энергию, свое топливо. Это, конечно, удивительно. Ну, тут немножко даже переживаешь. А как же, мы прокипятили ли мы там хорошо, или простерилизовали. А тут 95,5 градусов. В общем, как-то они там выживают. Так что каждый день что-то новое открывается. Вот. А ролик? Ролик. Тревожное чувство опасности всегда таится в сердце исследователя, поставившего своей целью проникнуть в вечную тайну Земли. Приблизиться к огненной стихии самой природы. Камчатка. Крупнейший разлом земной коры вдоль ее тихоокеанского побережья превратил полуостров в зону активного вулканизма. Это часть огненного кольца нашей планеты. КОНЕЦ Вулканы во все времена пугали и привлекали к себе человека. Поражали великолепием и тем могуществом, которое пока выходит за пределы наших знаний. КОНЕЦ В конце июня 1975 года сеть сейсмических станций Камчатки зарегистрировала ряд подземных толчков в районе древнего вулкана Плоский Толбачик. Оперативная обработка данных, тщательный анализ позволили сотрудникам лаборатории прогноза и механизма извержений уверенно предсказать время и место будущей геологической катастрофы. КОНЕЦ 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 Камчатские ученые, повидавшие немало извержений, не расстоявшие лицом к огню, столкнулись с необычными фактами. Одновременно с появлением новых конусов произошло грандиозное обрушение вершинного кратера древнего вулкана. Диаметр провала 1700 метров. На дне каменного колодца горячее озеро, наполненное смесью кислот. Сейчас вы видите, как на 600-метровой трещине рождается вулкан. Будущему Исполину всего два дня. В этом кадре ему уже несколько месяцев. Какое же напряжение, нараставшее в течение многих лет, какая энергия и нужна для того, чтобы вызвать подобную катастрофу. Только за первые месяцы работы вулканов на поверхность земли было выброшено более двух миллиардов кубических метров лавы и шлака. Засыпаны озера и ручьи. Территория площадью 50 квадратных километров стала огненной пустыней. Говорит научный руководитель комплексной экспедиции, член-корреспондент Академии наук СССР Сергей Александрович Федотов. 6 июля 1975 года на Камчатке, южнее вулкана Плоский Толбачек, началось извержение, которое было названо Большим трещином толбаческим извержением. Область извержения протянулась на 30 километров. Это одно из самых больших и самых интересных вулканических извержений нашего столетия. Вулканологи высадились в районе извержений до его начала. Для всесторонних исследований были созданы 4 экспедиции. Геология, геохимическая, геофизическая, их сейсмологическая, геодезическая. Их сотрудники день за днём наблюдали за извержением, изучали глубинные строения района и те изменения, которые вызывали с ним движение магмы и вулканической деятельности. Для людей, непосвященных, профессия вулканолога кажется непонятной и даже таинственной. Действительно, что может делать человек рядом с огнедышащей горой? Давайте некоторое время не будем обращать внимание на извержения, а приглядимся к этим людям. Присмотримся к работе геохимиков, геодезистов, геофизиков, геологов, всех, кого объединяет такое ёмкое слово вулканолог. Эта профессия требует разносторонних знаний, владения современными методами исследований, особой дисциплины, пунктуальности в точных, без конца повторяющихся опытах и измерениях. Но всё-таки, что порождает в их душе страсть к вулкану? Может быть, немного любви к опасности, способность восторгаться, привлекательность неизвестного, необычного? На наш вопрос отвечает старший научный сотрудник лаборатории активного вулканизма Анатолий Максимович Черков. Мир вулканических явлений настолько необычен и разнообразен, что он способен удовлетворить любые запросы человека, научные, познавательные, эстетические. Что касается любви к опасности, то, возможно, она и существует подсознательно в душе каждого исследователя, но очень важно не привыкнуть к ней, не дать притупиться бдительности, что вполне возможно под влиянием на психику разгушавшейся стихии. Но здесь на помощь всегда приходит традиционная сплочённость, дружба из-за его вручка вулканологов. Хотя доля риска в работе вулканологов всегда остаётся, поскольку наиболее ценные для науки данные приходится добывать буквально из огня. Вместе с учёными мы поднялись на вершину действующего вулкана. Это жерло оператору удалось снять в минуту затишья перед очередным фонтанированием лавы. Сейчас произойдёт залп. Костёр, разожжённый руками человека, успокаивает, согревает, помогает снять усталость. Он не даёт почувствовать себя одиноким во владениях каменной пустыни и всё-таки тревожит, напоминая о том, что совсем рядом горит неукротимый костёр природы. Субтитры создавал DimaTorzok Когда-то в пещере, оплавляя стены тысячеградусной температурой, двигалась лавовая река. А это вещество на ваших глазах выносится из туннеля, глубина которого бездна. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Остывающий базальт напоминает внезапно окаменевшие морские волны. Подобной лавы не было ни на одном из действующих вулкан Камчатки. Необычные потоки новых толпачинских конусов Поразили даже одного из основателей советской вулканологии 84-летнего ученого Владимира Ивановича Владавцева. Много веков назад, Глядя на такое же страшное представление, люди античной Греции сложили миф о подземной кузнице бога огня Гефеста. Гефестом 20 века стал человек. Гефестом 20 веков Гефестом 20 века Гефестом 20 века ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извержение продолжалось 17 месяцев и закончилось в декабре 1976 года. И хотя исследования еще продолжаются, основные научные итоги ясны. Большое трещинное толбаческое извержение стало наиболее изученным вулканическим извержением. Полученные данные нужны для расшифровки древних толщек горных пород, для поиска месторождений руд, для выбора мест для геотермальных электростанций и для предсказания вулканических свержений. Уснули новорожденные исполины. Только смерчи нарушают каменное безмолвие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Кажется, здесь никогда не возродится жизнь. КОНЕЦ Да, я вам хотел... Вот тоже, опять же, про толбачек. Толбачек. Он достаточно длинный, этот ролик. Да, может быть, тут и... 1 декабря, 1 декабря, это 3, буквально 3 дня после, как вот началось удержение. Саша, ты что делаешь? Опять же, что такое опасность, почему есть опасность или нет опасности. Человек такой, он всегда ломится в самое-самое лучшее. То есть вот здесь вот лава, да, как раз спрашивали по поводу скорости лавы. Не знаю, сколько это звук он. Слабая, если бы гальта была. Нет, вот мне сказали, что эта стучка длинчика, она может, звука может не быть. Ну, в принципе, хотят, хотя вот звук тут нужен. Так, а я фонарик отдал? Лава, которая, что, да, она не столько стекла, что это такой звук, вот эти камни скатываются, это как будто бы там чемодан с битым стеклом катится по всему. Я тут вазик застрял. О, как пахнет! И через его другой джип. Саша, готово. Мы на лопате принесли, принесли, в общем, эту лаву, просто подошли к ней, зачерпнули, и вот сейчас там пусонку мы там разогреваем. Вот, видите, на какой-то цитатике сейчас этот вазик выдернут, а мы там, да. Вот это самый-самый первый, это, кстати, лидер полуэктов, вы узнаете хорошо, вот такие ребята всегда, что такое-то событие, они едут там первооткрывательные, видите, как пусонка разогревается. Луна! Если в этом какая-то опасность, вот, я думаю, что с вами все предсказуем. Видите, она очень медленно, она едва и два двигается, она вот-вот может даже что-то установится, и пойдет на каком-то другом направлении, если вообще другой язык образуется, надо будет уже полез, искать, искать, подобраться и посмотреть. Ну, здесь метров, ну, здесь метров, ну, это уже край потока, здесь, ну, уже, как бы, как трактор натолкал, какой-то, как бы, в валик, в другом, да, вот уже очень много накопилось, ну, вот деревья, вот, видно, да, небольшие. Нет, нет, было нормально. Метров 7-5, где-то, может быть, 10, и 10, это много, судили. Это, это уже, видите, это не, она не гибкая, она даже не фактичная, это камни, где-то с градусов 700, и вот они вот такие вот тучи, это катится, она сама себя ломает. Ну, кстати, зима, морозяка, видите, деревья, они такие перемороженные, что они горят только, когда вот непосредственно, только уже сама лава на них надвигается, они вот сгорят. Вот только такой объемный движение. Во-во-во-во-во. О, пошел, 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 Игорь. Вот сейчас, сейчас, сейчас. это очень нет был вопрос и тут в зале как раз спросили про куда пойти пешком ну вот все-таки я считаю как толбачек это такая же жемчужина камчатки ведь и мертвый лес который образовался вследствие извержения большого толбачевского трещиного извержения вот лиственничный лес представьте себе тут нормально кипела жизнь и вулкан опять забрал эту жизнь но сейчас посмотрите когда первый раз побывал вот в этом месте не было ни кустиков ничего сейчас видите уже зарождается жизнь никогда то там появится там деревца потом и да да вот ну вот я как раз сейчас об этом говорю где это да извержение 75 76 год вот это 775 году погибло и наверное надо лет пятьсот наверно чтобы там лиственница появилась потому что сначала сначала будут березки всякие тополечки там появляться ольховый слайник времени для лиственницы надо очень много что первое сначала покров должен сформироваться все таки все таки березовый лес вот а вот наш космонавт один из экспертов сергей рязанский видите вот у него школа выживания в мертвом лесу где какой он по моему ему как испытывает какие-то трудности да это не в космос летать вот красиво вот половы полове идем вот этот тип лавы называется погое ой то есть можно ходить босиком вот а вот здесь вот уже вот такие острые куски это называется а лава очень просто а лава то есть больно по ней по ней невозможно ходить то все гавайские термины вот ты какой низ несложное восхождение а вот предыдущая фотография был мутновский толбачик а это вот кратер мутновск один из кратеров которые где 2001 году здесь было теплое горячее озеро невозможно выполнять на так в него спуститься ну там к озеру можно было подойти а сейчас там такой ледничок образовывается вот красивая такая линза очень простой вулкан там даже даже не даже не восхождение все что ли все спасибо за внимание и и и Субтитры подогнал «Симон»